Ну а мы ждем начала игры, сейчас запущу я запись, чтобы ничего не упустить, поэтому все, кто не могут посмотреть эту игру сейчас, либо хотят посмотреть ее потом, в записи вы можете найти ее на нашем сайте в разделе видео, либо в нашей группе ВКонтакте в разделе видеозаписи, либо на ovni.tv на нашем канале, либо на ютубе в разделе Virtus.pro Streams, ну на канале Virtus.pro Streams. Итак, состав Virtus.pro, капитан команды Дмитрий Богданов, он же Хуч, Алексей Колясников-Лекс, Михаил Гаранин-Эвил и два новеньких, новенько-стареньких, я бы так сказал, Роман Абрамов, он же Хакер и действительно новенький Эмилия Хундов, он же Кучер. Вот, да-да, как вы знаете, Хакер вернулся в Virtus.pro, чем-то это напоминает судьбу Moscow 5, не знаю, хорошо или плохо, посмотрим, что получится. ФП за КТ, Альтернет за Т, и первый минус уже сразу же от Дмитрия Богданова, его тут же разменяли, видимо, Дигл у Альтернет, причем размен был на рампах, тут уже укрепление от Хакера, по девятке, еще один минус от Эвила. Зажимать, зажимать терроров надо, только главное не умирать, потому что Хакер уже 8 хп, но тут вроде бы все хорошо, с этого ВП нужно только убивать, минус от Алексея Ка. Бомба, причем выбита, выбита бомба, видимо, что лежит она в будке, ну и два, три ситуации, Апрокс и Траубли у нас уже на нижнем планте, но они без бомбы, поэтому тут, конечно, пока можно еще не паниковать. Они сами, конечно, прекрасно понимают, что они без бомбы, поэтому нужно идти выбивать Алексея Ка у нас на нуле и Эвил у нас на будке. Оба террориста идут у нас через ноль, то есть встречать их будет у нас, ну, тут уже сме... Ох, убивает Алексея Ка в спину, судя по всему, и... ну, как же так, а? Первый раунд за альтернет-атакс. Видимо, не подумали, как-то не взяли эту точку. Думали, что пойдут либо с мейна, либо с девятки, но вот тут с рампов... Да, сдержать атаку не получилось. Ладно, мне очень приятно, конечно, первый раунд именно за террористами, за атакующей стороной, но смотрим, что будет дальше. АВП полна отдача, не видим мы особых каких-то изощренных закупочек, видимо, только два дегла у Лекса и у Хуча. Хуч уже сразу же отваливается. Минус от хакера. И террористы у нас будут выходить на верхний плант. Траубль еще пытается пройти по рампам, минус от тикса. И перетяжка на рампы. Дает им фу, траубль, что здесь засады нету, что можно спокойно заходить. И утяжка, перетяжка на рампы. Пока не понятно, куда пойдут на нижний плант, либо по девятку. Но тут, в общем-то, естественно, никуда не нужно. Хакер, я думаю, скоро умрет. Находится он у нас на верхнем планте. Ушел на нолик. Ну и что же будет делать Роман Абрамов? Роман Абрамов у нас уходит от рампы. Альтернет атакси ушли у нас на нижний плант. Причем Капи может зайти еще и в спину хакеру. Будет Рома пытаться отстреливать своих врагов. Лишить их оружия. Что было бы совсем неплохо. Но у него это не получается. 2-0. Альтернет забирает отдачу. Без каких-либо проблем. Первый респу Романом. Р. Посмотрим, как он им распорядится. Он особо никак не распорядился. Там были какие-то дропы. Поэтому свой респ он потерял. И что у нас? Что у нас будут делать Альтернет атакс? Двое улицы, даже трое улицам. Четверо улицы и Апрокс у нас на крыше. Идет у нас на скалу. Масса улица от Альтернет. Контры за Аркадь или масс уже рампы. Никого там не встретили. И ушли на верхний план. Где сейчас, я боюсь, будет просто мясорубка. Кровавая. Кровавая баня. И боюсь, что не в пользу Virtus.pro. Потому что, вы сами понимаете, пистолеты. Они самое лучшее оружие против калашей. И диглок, например. 3-0. И мы ждем, наконец, закупочка от наших ребят. Закупочка, конечно, нужно брать Кучер с АВП. Давайте посередим немножко за нашими новичками. Например, на Тускане мы же видели, что Кучер... Ну, он с переменным успехом, будем называть это так, играл. Иногда он очень хорошо себя показывал. Мы помним, минус 3 с калашей, даже минус 4. Такие очень быстрые, очень хорошие. Дабл с АВП помним. Но помним и несколько обидных промоков с АВП за контров. После которых давались раунды. Так что... Чего-то прием такого для значимого я пока сказать не могу. Халдапт Альтернейт. Видимо, что занимаются они прострелами. И готовит выход на верхний план Траубли. И его тиммейты уже сошли на верхний план. Их никто здесь не встречает. Хакер всех пропустил. Умирает Роман, к сожалению. Как-то он немножко несуразно сыграл. Эвил простреливает плент. И Кучер у нас с АВП будет играть с мейна. Промах. Промах с АВП. От Эмилия Кундова. Ну и нужно выбивать. Нужно выбивать верхний план. Причем флешек пока я не вижу. Не вижу флешек. Эвил отваливается. Есть флешка Кучер. Но это уже сейв. Уже сейв, естественно. Этот раунд не подточить. И четвертый раунд, к сожалению, уходит к немцам из Альтернейт. 4-0. Итак, кубочку Виртус Пром. Все-таки зацейвлены ганы. Сыграли свое дело. Ну и мы в очередной раунд надеемся, что медведи покажут себя и прекратят. Притекут. Вот Кучер делает первый открывающий минус с АВП с ангаром. Дает сюда дымы. И отличный минус от Тикса на рампах. Прорыв. Промыш рампов Куч, к сожалению, не справился. И спокойно, спокойно. Террористы у нас заходят на нижний плент. Где совершенно никого нету. Там просто тишина. До спокойствия. А Кантри все сядут на верхней планте. Видимо, их это совершенно не смущает. Потому что на нижний планте уже прошли. Ну и что же они будут делать? Эвил у нас идет с рампов. Кучер сейвит с АВП. Ну да, это понятно. Будет отстрел оружием, если получится. И хакер, да. Все уходят на сейв. К сожалению, это 5 раунд за командой Альтернет. Причем в 4 ситуации. Но при этом сейв, потому что действительно прорвали. Прорвали Куча на рампах. И дальше уже с АВП, конечно, идти отбивать очень сложно. Хотя вот траубль, допустим, очень коцанный. Определенные шансы, наверное, у ребят были бы. Ну да ладно. 5-0. И очередная закупка. От команды Метаспром. Вернее, буду сказать, докупка от Куча. Ну и смотрим. Смотрим. Болеем. За наших ребят. Но кто-то может болеть за немцев. Почему бы и нет. Капио по улице. Апрокс по скале. Тиксы простреливают. И двое нас готовятся выйти на верхний план. При этом снова открывающий минус за Альтернет. Причем, судя по всему, это был прострел. Давайте посмотрим, где умер у нас один из контров. Либо это был минус гудки, потом быстро-быстро. Нет, это был, да, минус прострелом. Вот у нас диффузики бедного Алекса. Еще один минус это Альтернет Траубли. Да, раунд, кстати, совершенно не здорово. Была аркада от Дмитрия Богданова. И он тоже, к сожалению, почил. В предсмертной агонии. 3 в 5. Смотрим, как Эвилл хакер. И Кучер разыграет эту ситуацию. Кучер с ВП уходит у нас под девятку. Он перетягивается на рампы. Взрыв будки от немцев. Да, неплохо. Испокойся ли хакер. 39 хп у него осталось. Причем слышит он, что в мейне кто-то есть. Минусует Роман Абрамов капю. Но его тут же разминивают. Смотрим за Кучером. Он на девятке. Надеемся на минуса. Каким-нибудь невероятным минусом. От Эмиля. Нет, видим промах. Промах, к сожалению. Врывается Эвилл сзади. Ну а мы продолжаем следить за Кучером. Минусует Эвила. И Кучер один в три. С АВП. Но в такой ситуации, конечно, вряд ли получатся издать какие-то дивиденды. Либо скорее подумать, как бы выжить. Выжить с ВП. Как бы его засейвить. Потому что охотники за головами уже пришли. Они вовсю бегут за Кучером. И в итоге Роман делает отличный минус голову. 6-0. Ой, сейчас один поставил случайно. 6-0 у нас. 6-0. В пользу Альтернет. Пока все выглядит довольно печально. Снова двое улиц в Альтернет. Видим мы, что они активно используют эту зону для различных перетяжек. Для атаки. И готовятся выйти на верхний план. Либо быстро сделать перетяжку на рампы. На рампах у нас, как всегда, Куч. Должен быть, по крайней мере. Нет, Куч у нас, смотрите. На открытом планте. На верхнем смысле планте. Ушел в дальнюю кишку. И перетяжка контрров вниз. Дается инфа, что это рампы. Атака по рампам. Кучер уже поджимает сзади. Тут, в общем-то, все довольно неплохо взято. Но я вижу, что террористы не спешат, не спешат идти на закрытый планет. Видим мы, что Апрокс и Тиксов у нас вообще находятся под девяткой. Капио, Страу, блин, рампах. И Тиксов вообще около мейна. То есть, зачем, ребята, мы идти на нижний планет? Пока они спокойно делают минуса. Отрезать оттяжки, перетяжки. Отрезать хелпу и... И идти вниз им совершенно пока незачем. Так что зря ВП так быстро оттянулись. Стоит, мне кажется, проявлять больше хладнокровия. И больше спокойствия. Вот ловит Хуча, к сожалению, в спину. И Лекс с АВП делает минус один. Кстати, хочется отметить, что Хуч идет один на шесть. Не особо помогает своей команде. Уже не раз милик он отдавался на рампах. Причем без разменов. За ним идет Эвил. Ну и Лекс 4 на 5. Особо все равно ничего не скажешь. В любом случае, пока команда выглядит... Выглядит не сыграно. Да и индивидуальные скиллы демонстрируются тоже не особо высокие. Ну вот просто на примере Хуча, который... Не может разменять хотя бы рампы. Хотя бы один минус там сделать. Конечно, не стоит недооценивать Микус Про. Не стоит сбрасывать со счетов то, что... Состав новенький. Все-таки 3 плюс 2, читай Микс. Но и мне кажется... Какую-то критику тоже стоит... Принимать во внимание и... Не говорить, что ВП все еще покажут. И так далее. Все-таки... Действительно, пока 7-0. Сероистов. Это все весьма прискорбно. Какой бы Микс не был, но... Хоть что-то интересное, мне кажется, показывать нужно. Смотрим за разъединением ситуацией. Снова дефолт на раут. Этертенает прострелы. Прострелы. Причем масса прострелы. Траубли контролит. Аркаду рампов. Хучу полос на нижний плент. Хакер контролит будку. Эвилл спланта. Простреливает будку. Хучер контролит улицу. И Лекс поменялся с Хучем на рампах. Видимо... Как раз-таки дело в том, что Хуч не мог удержать. И уж не знаю, кто стал инициатором, но... Видимо, что Лекс у нас на рампах. Вот пришел наконец-то Хучему на помощь. Делает один минус. Возможно, делают и еще. В принципе, ситуация очень благоприятная. Ситуация 3 в 5. Контрол в преимуществом. Как по ХПшкам, так и численные. Ну и, наверное, раунд будет за Виртус Пром. По крайней мере, я очень надеюсь, что раунд 3 в 5 не будет одом. Снова Хуч отваливается на рампах. Лекс, к счастью, тут делает размен. Ну, почему Апрокс не убивает? Где же минус? Ну, хотя бы прострелом. Хучер делает минус Романа. И, слава тебе, господи, 7-1. Первый раунд за Виртус Пром. Снова у Романа Р ближний респ. Давайте посмотрим, что он будет с ним делать. ХАЕшка на рампы. И прострел. Ох, причем неплохой прострел. Смотрите, что творит Роман, а. Там, судя по всему, у нас масс... Масс рампы, потому что он своей ХАЕшкой и... Своим прострелом вообще там очень быстро поползли. ХПшки минус у Контров. Тут, судя по всему, действительно было очень много народа. Вот один труп. Ну, еще один живой. В общем, как-то все было печально сейчас в этом раунде. Ну, и Хакер один в четыре. С 50 хп. Пол жизни у него есть. Попытается что-нибудь сделать. Сделать хотя бы один минус. Ну, а дальше уже смотреть, что получится. Может быть, Роман хочет сделать ниджи диффуз, например. Такой тоже вероятным. Ну, скорее всего, это будет сейв от Романа Абрамова. Попытки отбить ганы. И счет станет у нас 8. А, один. Да, собирается Роман делать, судя по всему, ниджи диффуз. Но слишком близко террористы. Да, делает он минус. Будет диффузить бомбу, но она слишком быстро пикает. И в любом случае он уже не успеет сделать ни-че-го. 8-1. 8-1. У нас улица от Альтернет. 4 по улице. 1 на 0. Минусует Хуча. Ну, это дача вертусов. В этом раунде, конечно, отехождать ничего не стоит. Неплохой минус от Альтернет с дегла. Минусует мейн. Раскидочка на верхний план. Взрывают бедного Михаила Гаранина. И 2 в 4 ситуация. 2 юспа. Минусует Хакера и куча тут. Будочки. Также прощается с жизнью. 9-1. Пока все выглядит очень-очень плохо для Virtus.pro. Пока что мы видим разгром. У Романа Earth снова ближний респ. Он им пользуется, идя на улицу. Он чекает ангар. Чекает мейн. Пока там никого не видит. А, улицу у нас держит кучер. Кучер держит ее, судя по всему, из ангара. За трубой. Давайте посмотрим за Эмилием Ахундовым. Да, вот он за трубой. С Фамасом. Получает флэш прямо в лицо. И как бы сейчас его не убили. Как бы не убили Эмиля. Да. Минус кучер. Очень хороший флэш был прямо в лицо. Повезло, что не размяли сразу. В итоге воюет у нас кто там. Под девяткой. А Норман Эр тут уже неплохо. Да, это у нас снова хуч. И Роман сейчас его будет просто убирать. Да. Принус корман Эр. Ситуация 4 в 3. Контри в меньшинстве. Эвил у нас где-то на будке. Алексей Кам смотрит рампы. И хакер у нас на девятке, судя по всему. Либо под девяткой. Да, под девяткой. Даже совсем под. На нижней планете. Минусует Эвил. Алексей Кам врывается просто на девятку. Делает размен. Ну и теперь, если надежно, хакер. 1 в 3 ситуация. Капи на девятке. Трау, блин, Апланте. И Тикса. С 4 хп. В будке. Первый минус от Ромы. Но бомба уже тикает. Слишком быстро. И здесь тоже можно сделать только минуса. Ну, учитывая, что под девяткой никого нету. Вряд ли мы увидим какие-то минуса в этом раунде. Бомба взрывается. И еще становится 10-1. В пользу Альтернет Атак. Спокаивает разгром для российской команды Virtus.pro. Как бы печально это не было. Роман снова по улице. Быстрый выход на верхний план от Альтернет. У наших ребят плохая закупка. Диглы плюс МК у хакера, застреливленная минус от Эвила. Хуч берет калаш. Пытается из калаш. Берет, конечно, калаш. И упрыгивает на нижний план. Куда, в общем-то, по-моему, и собирается Альтернет. Или что? Нет, в общем-то, Альтернет очень спокойно себя чувствует. Они не кипишуют. Не делают каких-то необдуманных действий. Спокойно заходят. Делают минуса. Не торопятся. В общем, уверенно контролируют карту. И действуют очень и очень хладнокровно. Вот как раз то, чего не хватает в Тузпро. Которые при малейших минусах их команды сразу какие-то идут оттяжки. И так далее. А вот у немцев с этим гораздо все лучше. Заход на нижний план, наконец-то. Хуч идет через ближнюю кишку. Смотрим за Дмитрием Богдановым. Пострелял. Ушел. Кучер будет заходить с вилки. И Лекс там же. Ну, смотрим. У трех ганы. Три в три ситуации. Определенные шансы на успех есть. Но стоит учесть того, что нету диффузов. Нету диффузов у наших ребят. И если им что-то и делать, то очень быстро. Ах, первый заменец из Альтернет. И Алексей Кам. Один в два. Ну, это, конечно, сейф. Сейф от Леши. И еще становится 11-1. Отмечаю я, что у Романа Эра снова ближний респ. Дайвем флэш. Скрип. И раскидочка на верхний план. Быстрый заход. Ну и что творит Роман Эра, а? Что творит? Минус два. Отличный минус два. В голову. Каешки, да. Здесь вот снова, видимо, просто провал обороны Виртуз Пром. Ну, две флэшки и верхний план зачищен. Ну и, конечно, стоит обезть Роман Эр. Отличные действия. И снова, снова сейф от Дмитрия Богданова. Вернее, на этот раз от Дмитрия Богданова. Снова сейф от Виртуз Пром. Не уверен, что этот сейф удастся, потому что по-любому за кучом придут. Есть по нему инфа. Его атакуют уже из рампов, из-под девятки. Да, 12-1. Очередной раунд за альтернет-атакс. Диггл у куча, Диггл у хакера, Фамас у Эвилы у лекции. И у кучера у нас, ну, тоже какое-то плохое оружие явно. Денег очень мало. Ребята взяли за всю игру один раунд за контров. Ну, это, конечно, очень-очень плохо. Роман Эр по улице. Быстрый выход рампов от Капио. Посмотрим за кучером. Встречает у нас на рампы. Делает один минус. Алексей разменивает. Разменивает мейн. Минус хуч. Снова вот хуч у нас не получается у него сделать минуса на рампах. И 3 в 3 ситуация. Хакер из-под девятки с Дигглом. Попытается повесить кому-нибудь шальную голову. Минус Тикса. Берет, ох, минус от Эвила. И 1 в 2. Смотрим за Траубли. У него есть бомба. И он идет через кишку. Ох, прострел. Отличный прострел от хакера. Здесь минус 10 кп. Ох, Алексей Ка встречает. И второй раунд за Виртуз Прон 2.12. Хотя, конечно, радоваться тут особо и нечему. Уж слишком много раундов отдали наши ребята немцам. И уж слишком все это бесперспективно выглядит. Капи по улице. Видим мы, что немцы вообще стали очень смелыми. Особых холдов мы не видим. Довольно активно действовали. Парам-пам. Апрокс, Роман. Кучера встречает одного. Зажим улетел мимо. И минусует Кучера. Эвил. Отличный минус от Эвила хакера. Они остались вдвоем против Капи и Тикса. Посмотрим, возможно, за то что получится. Это последний раунд в первой половине. Напоминаю вам. Счет 12-2. Ай-яй-яй-яй. Умирает хакер. И Эвила 1 в 2. Остался он с под девяткой. Есть у него инфа по последнему. Но это уже, конечно, издевательство от Капи. У него скоро стрелка. Смена сторон. Счет 13-2 в пользу немцев. Все наше внимание приковано к первому раунду. Если первый раунд останется за Альтернет. Но это уже все. К сожалению, это будет все. Это будет ГГ. Как вы сами понимаете. Если же первый раунд будет взят в Virtus.pro. Ну, хоть какой-то лучик надежды. Он появится. Из-за горизонта. Первый респ у Лекса. Смотрим за Алексеем. Будет атака на верхний план. Через... Через Нолик. Через улицу. Ох, что творят? Что творят немцы? Ну, вы сами все видите. Без шансов. К сожалению, смотрели мы не за немцами. Смотрели мы за Алексеем. Надеялись на какой-то экшен от Virtus.pro. Но... Все происходит на ваших раунах. 14-2. Альтернет Атакс. Уверен, идут к победе. И, судя по всему, ничто их уже не остановит. И вот первый респ идет на рампы с деглом. Будет пытаться сделать тут фраги шальные. Но не чекает правую нычку. Там у нас травли. У него тоже был первый респ. И, в итоге, все происходит бесславно. 3-4. Деглы. Масса дегла-бай от Virtus.pro. Попытка выйти уже на верхний план. И она, к сожалению... Отличный минус от кучера. Прямо шот на реакцию. Но тут уже, конечно, все равно без шансов. 15-2. Фраг был красивый. А раунд был печальный. Ласт раунд для Альтернет. И все, что могут сделать Virtus.pro. Тут закупить снова деглы. На больше денег у них не хватает. Даже мы не видим ни Галилов, ни Калашей. Деглы. Плюс несколько ХАЕшек. Да. Очень печально. Очень печально. Первый лест снова у Леши. Смотрим, как он им воспользуется. Флэш. На открытый плент. На верхний. Минус от лекции. Минус от куча. Капио встречает с девятки. И это ГГ. 16-2. Выход на верхний план получился не особо. Будем честны. Но, как вы знаете, играют у нас команды до 30 раундов. И мы будем смотреть еще целых 12 раундов на этой карте. И будем надеяться, что Virtus.pro. Или что? ВП выходит? Да, ВП выходит сервером. Отдают все последующие раунды своим противникам. То есть счет будет в итоговой 28-2. Что, конечно, вообще ужасает. Хотя, конечно, счет у нас 16-2, а не 28. Ну, да, все печально. На этом, я думаю, можно закончить трансляцию этого матча. ВП, к сожалению, не выиграли ни одной игры в группе. Все игры проиграли. И, таким образом, из группы они уже в любом случае не выходят. Шансы свои все они потеряли. Смотрим, что у нас творится в матче. В правильном матче. СК против Винфакт, кажется. Сейчас посмотрим. Напоминаю, что стрим идет на первом нашем канале. На канале Virtus.pro.org.tv. Я вот сейчас там посмотрю, что там происходит. И, конечно же, вам скажу. Так, грузится стрим. Очень мне интересно узнать, что там за ситуация. А, там еще, судя по всему, не началась игра. Вижу я, что там задержка. Ну, что же, тем лучше. Вы сможете сейчас все спокойно посмотреть на последнюю игру в группе C. На первом нашем канале. Так что, переключайтесь. Не стесняйтесь. На этом, я думаю, можно мой стрим закончить. К сожалению, Virtus.pro.org не вышли. Но, надеюсь, что ребята все-таки соберутся. И смогут что-то показать на дальнейших турнирах. Все-таки, не стоит забывать, что этому составу буквально несколько дней. И ребята вместе еще толком даже не тренировались. Так что, стоит, думаю, сделать скидочку на это. Ну, ладно. С вами был Георгий Глау. Более известный как Немезис. Вы смотрели стрим на портале Virtus.pro.org. Смотрите наши стримы. Сегодня будет помимо TechLabs, будет еще и EPS Germany. Его будет стримить для вас Гурки. Кирилл Овсянников, наш главный редактор. И заглядывайте и туда. Вот. Ну, я на этом прощаюсь. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok